Швеция выделяет Украине рекордный пакет помощи. Всего военной технике выделено на сумму более 7 миллиардов шведских крон, или около 680 миллионов долларов. В этом пакете передаются как необходимые средства вооружения, материальные средства, так и выделяются деньги на финансирование фондов поддержки Украины и в том числе на производство новых вооружений. Судя по перечню военного оборудования, Швеция решила всерьез усилить наши возможности на море. В частности, первыми в списке значатся 10 десантно-штурмовых катеров класса Стритсбат-90. Это очень серьезный катер, который может использоваться на морских направлениях для десантирования. В борт вмещает более 20 полностью экипированных бойцов и 4,5 тонны груза. Максимальная скорость катера свыше 70 км в час, что позволяет крайне быстро проводить как разведку, так и десантирование. Но на этом перечень плавсредств не заканчивается. Также в пакете помощи значатся 20 малых десантных катеров. Со схожими параметрами они уступают Стритсбату лишь в размерах, поэтому вмещают до 10 бойцов. Катера 10 Стритсбат-90 и 20 малых катеров могут обеспечить одновременную высадку десанта где-то до батальона. В районе более 300 человек, до 350 человек. Отдельное внимание стоит уделить разделу «Подводное вооружение». По мнению экспертов, под этой формулировкой шведы имели в виду мины и торпеды, наиболее вероятные из которых аналитики называют SLWT. Новейшую шведскую разработку, которая появилась лишь в 2022-м. Способная развить скорость более 80 км в час с боевой частью в 50 кг, она способна существенно уменьшить остатки Черноморского флота. Так называемая торпеда 47 или она еще называется SLWT. Это легкая торпеда в разработке и производстве компании СААП. И это могло принести такие революционные изменения на морском направлении и в том числе расширило возможности Украины как по уничтожению надводных целей, так и возможности по уничтожению подводных кораблей. Торпеда имеет возможность уничтожать корабли противника на расстоянии до 20 км и в том числе подводные цели на глубине до 300 метров. При этом эксперты считают, что новые торпеды в связке с нашей армией морских дронов и вовсе способны изменить правила войны на море. Ведь теперь морские малыши смогут объявить настоящую охоту за кораблями РФ. При этом больше не будет необходимости непосредственно таранить борт противника. Ведь выстрел можно будет совершать с расстояния десятков километров. Торпеда по своим характеристикам соответствует возможности ее интеграции на подводные катера, на подобные наши безэкипажные катера и по габаритам, и по массовым показателям. Они соответствуют, допустим, той же возможности полезной нагрузки украинского безэкипажного катера «Магура В-5». Также в шведском пакете помощи будут поставлены зенитные системы типа «Робот-70». Эти ПЗРК обладают важнейшим преимуществом. Их ракеты имеют лазерное наведение, что позволяет не бояться вражеских комплексов РЛС и систем защиты, таких как тепловые ловушки. Это шведская система малого радиуса действия, которая может действовать в зависимости от модификации от 7 до 9 километров и сбивать воздушные цели противника на поле боя, обеспечивая защиту подразделений. Также к отправке в Украину готовят противокорабельные роботы, модели ТОУ, артиллерийские снаряды, гранатометы с боеприпасами, ручные гранаты, медицинское оборудование и автомобили скорой помощи. В конце концов, речь идет о человечности и порядочности. Если мы сможем поддержать Украину, мы, конечно, это сделаем. Речь идет также о защите ценностей и интересов, которые важны для Швеции. Кроме этого, миллиард крон пойдет на закупку военной техники для Украины через различные фонды и еще миллиард на заказ новых БМП CV-90. При этом, говоря о сроках поставок, министр Пол Юнсон уточнил, что речь идет не о месяцах, а скорее о неделях. Редактор субтитров А.Семкин